В преддверии Международного дня инвалидов люди с ограниченными возможностями представили выставку собственноручных работ и концерт с участием маломобильных запорожцев. Подробности в нашем сюжете. В холле Дома культуры немногочисленных гостей встречает выставка ручных поделок, выполненных инвалидами разных учреждений. Здесь представлены работы воспитанников Веселовского и Михайловского психоневрологических интернатов, Кировского дома инвалидов и Запорожского детского дома. Этот спичечный дом, к примеру, сделан руками Анатолия Лазаренко, у которого нет пальцев. Удивляют подделки даже тех, кто сам ограничен возможностями. Очень сложно, даже если у кого проблемы с руками или с зрением, чтобы сделать такие подделки, надо кропотливая работа, мастерство и талант. Сам Андрей Черненко в инвалидном кресле с 2001 года, 15 лет назад, получил травму спины. Однако мужчина не опустил руки и старается, насколько это возможно, полноценно жить в обществе. Сетует только на отсутствие доступности в нашем городе для таких, как он. Мы надеемся, что доступность будет. И насчет понижений пандусов, да, с этим надо работать. Организаторы сегодняшнего мероприятия говорят еще об одной проблеме – толерантного отношения к людям с ограниченными возможностями. Говорят, в обществе очень мало терпимости по отношению к инвалидам. Для этого в школах, вузах и через СМИ каждый год в декабре напоминают – общество должно быть толерантным по отношению к инвалидам. В ходе мероприятия люди с ограниченными возможностями показали себя еще и на сцене, как актеры и певцы. Продолжение следует...